Сегодня с утра проверка квартиры, как обычно, осуществлял, например, работы кондиционера. Кондиционер днём, кстати говоря, как хочет, так работает. Видимо, когда в те часы, когда на него максимальная нагрузка приходится, он так себе работает. Поэтому проверял там, пошёл, как обычно, к своей голубятне, в голубятне всё тихо, более-менее чисто. И опять обнаружил вот этих мелких-мелких тварей, которые возле плинтуса. Поэтому мы не ленимся. Пошёл, сразу купил ещё дополнительные средства. Не знаю, как она вообще будет работать и так далее. Написано, что она и на краткосрочку работает, и на долгосрочку работает. 16,80 на 20, 320. Ну, короче, если на 26, где-то 420 рублей. Но, естественно, естественно, я же не могу просто так уйти, ещё что-нибудь не купив. Я себе купил... Блин, как он называется-то? Как он называется? Так он называется? Силикон. Да, силикон. Потому что решил, что в ванной надо всё промазать. И кроме того, он хорошо работает и для плинтусов и так далее. Думаю, я вам гадом. Да. Вот, так что у меня есть чем заняться. Свободный от всего время. Пошёл бороться. Вся жизнь борьба. Вчера вечерочком ещё во время прогулки проходил мимо своего любимого алкомаркета. Думал, ладно, надо зайти. Хоть я и гноблю алкомаркеты, но в то же время, как бы, одно другому не мешает. Спорт и нормальная вина. Здесь раньше с винами было всё очень-очень плохо. Здесь шли всякие просека. Причём по завышенной цене красных-белых вин было очень мало. И в последнее время, ну, год уже как всё изменилось, вернее, с января, по-моему, всё изменилось. Вся алкопродукция стала дешевле практически на 30%. Потому что ориентировано всё-таки на иностранцев. Хотя, не помню, говорил или нет, к примеру, если человек приходит и у него карта «Исламик-банка», он не сможет с ней расплатиться, потому что это запрещено, платежи не проходят. Поэтому либо карта другого банка, либо наличные. Ну, у нас есть у всех лицензии, у туристов есть паспорта. Здесь на каждом углу всё это есть. Будь в Абу-Даби, будь в Дубае. По-моему, в Шарджи только какие-то проблемы с этим. Ну, и, конечно, в Саудии. Они пока ещё до этого не дошли. Но вот, наконец-то, более-менее начали они завозить продукцию. В принципе, Франция, Италия у них представлены. Но вот я не люблю. У меня своеобразно. Я люблю белые вина. Потому что летом они лучше идут. И особенно люблю... Это не самые лучшие образцы. У них все. У этого 3,8. У этого четвёрочки. Чем они хороши. Это свиньонбланы. Они лёгкие. Мне очень нравятся по вкусу. И они новозеландские. Произведены в Мальборо. Попробуйте. Может быть, понравится. То есть, это ничего такое. Это обычные лёгкие домашние вина. Но они вкусные. Кстати говоря, как видите, все пробки закручивающиеся. Потому что никто уже давно пробковые деревья на это не тратит. Ну, на такую продукцию, которая где-то в районе, ну, наверное, 10 долларов. Ну, по крайней мере, вот эту он мне почему-то выдал. Видимо, он определяет локацию. Коль скоро он не умеет считать... Эвро они не считают в Дирхамах. Он мне в евро выдаёт. Вот в евро они выходили где-то в районе 10. Он мне показал, что... Я обычно на Вивина смотрю. Хотя бы более-менее. И на самом деле, вот, допустим, то, что очень высоко оценивается... Ну, у многих достаточно высокая цена. То, что в среднем, допустим, вот эти 3,8-4... Ну, нормальная цена для такого человека, который нотки никакие не узнаёт. А просто получает удовольствие от напитка. Вот. Ну, думаю, начнём с самого... Низкого Савиньон-Блана. Вот с этой вот маленькой овечкой. Посмотрим. Что-то я тут где-то вычитал, что... Нельзя. Уже, по-моему, если бы я сейчас хотел разместить это где-нибудь у себя на Дзене или где-нибудь, то... Я, по-моему, не смог бы. Это уже штрафные санкции. А, кстати говоря... Ну, это совершенно не важно. Не знаю, кто как пользуется. Чё-то попробовал зарегистрироваться на Рутиду. У меня вообще ничего не получилось. Я вообще ничего не понял. Поэтому я обошёл мимо. Но у меня почему-то вышел Яндекс.Дзен. Вот на Яндекс.Дзене у меня тоже есть канал. Поэтому если кто-то на Яндекс.Дзене, пожалуйста, переходите туда. У меня там всего 50 подписчиков. Вот. Но смысл в другом. Не знаю, насколько удобно его смотреть и как поисковик... Ну, не знаю, у кого как выходит. И у меня там, конечно, интерактивы не получаются. У меня не приходит оповещение о том, что мне ответили, то, что я ответил. Здесь всё-таки достаточно быстро и хорошо. Ну вот. Совершенно не важно. Я стираю, винишко охлаждаю. Ну, это вечером. Это на вечер. Вот. И всё. Ну, вот это уже верх цинизма. Прихожу. Бассейн закрыт. На замочек. Потому что, оказывается, секьюритет с часу до двух на обеде. Меня, конечно, это убило. И заставило задуматься. Ну, в конечном итоге парень пришёл. Всё нормально. Я уж хотел бы взбухать, как обычно. Но ладно. Чего-то. Иногда хочется потребовать чего-то. Но сам понимаю, что не настолько обязателен порою, как требую того. Бассейн. Когда рассказывать нечего, буду рассказывать чего-нибудь, что приходит в голову. Одна из подписчиков спросила, типа, стоит ли сейчас покупать недвижимость? И что вообще с недвижимостью будет? Ну, во-первых, не забываем, что меня уже год в Москве в России нет. Поэтому то, на что я могу опираться, это всего лишь цифры. То, что я читаю, то, что я смотрю, порою, ну, результаты всего этого. Допустим, даже этот рынок, рынок Дубая, я бы тоже, ну, наверное, не все моменты советовал, тем более на каком-то длительном промежутке времени. Ну, этот рынок, он вообще имеет маленькую историю, поэтому по нему сложно говорить. Но, возвращаясь там, с учетом того, что большинство моих подписчиков, это все-таки люди, которые находятся в России, в разных регионах, про них, наверное, вообще ничего не скажу. Я могу рассказывать только про Москву. То есть, Москва, которая была 10 лет назад, и Москва, которая сейчас, с точки зрения недвижимости, это два совершенно разных рынка. Кроме того, в свете текущих событий, все развивается очень быстро. Сегодня посмотрел достаточно интересный влог Когана и Липсица. Кому интересно, зайдите. Это час двадцать примерно, интересные беседы, достаточно доходчиво все изложено, противоречиво, потому что у обеих сторон совершенно разные точки зрения. Один как инвестбанкир смотрит, другой больше как экономист, статист, статистик. Вот, и у каждого своя правда. Поэтому решение принимать каждому из нас в своем. Опять же говорю, это ответ на вопрос одного из моих подписчиков, кому не интересно, перелистываем. Допустим, если у вас есть ипотека, одобренная с прежней ставкой, у вас есть первоначальный взнос, и вы собираетесь эту недвижимость использовать для того, чтобы жить, да, конечно, этим нужно пользоваться. Если вы не успели, сейчас ипотека уже повышается. Повышается и первоначальный взнос, по-моему, уже 20-30%, и сама ставка повышается. Поэтому здесь нужно задуматься, зачем банк. Если вы опоздали, ну, сейчас, в принципе, речь идет, что, может быть, посмотрим, как оно будет весной следующего года, может быть, оно возобновится. Хотя Центральный банк, в принципе, не рассматривает, мне кажется, этот вариант, потому что для государства это выточно. То есть давать девелоперам деньги под 4% и получать от этого... Ну, то есть государство в минусе. Это была прекрасная инициатива государства для того, чтобы обеспечить россиян недвижимостью. Потому что, смотрите, в Штатах, к примеру, в среднем, мы берем в среднем, по поликлинике или, как там, по больнице, у них около 70 квадратных метров на человека. В Китае около 40 метров на человека. В России в среднем это 25-28 квадратных метров на человека. Раньше было меньше, сейчас уже больше. О чем это я? К тому, что если у вас лежат свободные деньги, вы их не вкладываете ни в акции, ни в облигации, ни в займе, не хватает денег, чтобы купить золото или Пикассо, то, конечно, может быть, недвижимость является универсальным. Не будем считать универсальным инструментом для того, чтобы сохранить ваши деньги. Опять же, смотря как считать. Итак, если у вас есть свободные деньги, вы покупаете квартиру на первичном рынке. Но, во-первых, вы ждете 2 года, когда она построится. Затем вы влезаете в ремонт. Тем самым, деньги у вас 2 года не работали. Потом вы дополнительную сумму, условных 2 миллиона, к этому прибавили, положили. И дальше что? Вы живете в ней или вы ее сдаете? Если вы сдаете, то не забывая, что пройдет еще 2 года, ваша недвижимость чуть в цене снизится. Есть естественный износ. Помимо естественного износа, есть еще такой потребительский вандализм, скажем так. Когда ваши же арендаторы, считая, что они заплатили вам, они возвращают вам его не в том виде, в котором есть. И вам придется потратить достаточно большую сумму на ремонт, на косметику, на материалы, на оплату рук рабочих. А все это дорого, между прочим. Это тоже нужно считать. Но, опять же, вот 2 кучки. Кучка денег, которую вы можете положить в банк под 8-9%. Но не забывайте, что инфляция у нас гораздо выше. Поэтому ваши деньги через год, через 2 будут дешевле, нежели вот та квартира, которую вы купите. Потому что квартира в любом случае, она стремится за инфляцию. Она не упадет. Да, есть такие ожидания, что, в принципе, может быть, недвижимость снизится процентов на 10 через год на фоне отсутствия ипотеки или снижения ипотеки, снижения спроса по ипотеке. Но, тем не менее, у вас остается нечто ощутимое. И большинство людей этим пользуются. У нас, в принципе, вот, допустим, я бы в Москве служил. В 2000-х было большое количество инвесторов. Люди, которые покупали недвижимость на начальном этапе, имея информацию о ней, и продавали ее спустя паузу. И получали процентов 20. Сейчас это только элемент сохранения денег. То есть, то, что вам кажется, что вы будете сдавать квартиру, то, что через два года она, вероятно, будет, эта недвижимость в цене повыше, может быть. Может быть и нет. Вы всего лишь сохраняете. Помните, как Алиса в стороне чудес, там, королева говорила, что если вы хотите стоять на месте, нужно бежать. А для того, чтобы попасть куда-то, нужно бежать в два раза быстрее. Так вот, с недвижимостью нужно, на самом деле, бежать в два раза быстрее. И правильно рассудить, как поступать сейчас, на самом деле, это сложно. Ну, смотрите дальше. То есть, они, опять же, мы берем статистику, мы берем то, что, например, можно послушать от специалистов, от не специалистов, от таких инфо-цыган, как я. То есть, что происходит на рынке? Мы видим, что спрос растет. На чем он растет? Вот, увидев инфляцию, увидев, что деньги обесцениваются, увидев, как дорожают продукты, да, соответственно, условный рядовой россиянин бежит покупать ее. Потому что, как я сказал, других инструментов сохранения денег у нас, к сожалению, нет. Мы можем только вложиться в недвижимость. Недвижимость никуда не денется. Ее можно передать по наследству, ее можно в конечном итоге продать. Но, единственное, нужно понимать, что если у вас есть несколько вариантов недвижимости, это хорошо. Если они разложены в разные корзиночки, что-то можно продать, что-то можно оставить, где-то перекрутиться. Поэтому, может быть, можно покупать. Кроме того, смотрите, некоторые говорят, вот сейчас все все купят, и недвижимость подешевеет. Не подешевеет она. Сейчас за счет ипотеки первичный рынок ушел достаточно выше, чем вторичный рынок. На вторичном рынке можно купить что-то с дисконтом, потому что туда выходят люди, которым срочно нужны деньги, они уезжают, или срочно нужны деньги в силу того, что это по наследству досталось. И вы получаете вторичку. Вы можете сделать быстрый ремонт. У вас у соседей не идут постоянные ремонты вокруг, вы можете тут же ее сдать, либо самому заселиться. Цена такой недвижимости за квадрат будет, конечно же, пониже, но ее ликвидность будет на сегодняшний день выше, чем то, что вы могли бы купить. Ваша недвижимость на вторичке подешевеет, но где гарантии, что ваша первичная недвижимость к тому моменту, когда она будет готова, подражает. Такие гарантии никто не дает. Дома постепенно совершенствуются и прочее. Дальше. Окей, вы купили или вы собираетесь покупать. То, что вам говорят, это подешевеет. Нет, мне много раз говорили, что это подешевеет. Я очень жалею, что я как-то за одну из квартир на беговой внес задаток. Мне в последний момент отговорили, сказав, что это неправильный дом. Так вот, то, что я мог три года назад купить за 9500, сейчас оно стоит дороже выше 15 миллионов. То есть у меня нюх был, но я послушал людей. Я понимаю позицию. Они были отчасти правы. Но это к тому, что недвижимость дорожает. За счет чего она дорожает? Она дорожает в первую очередь из-за того, что материалы подорожали, оборудование подорожало. То, чем строят? Подорожало. Руки рабочие подорожали и продолжают дорожать, потому что на рынке нехватка рабочей силы. И все вот это под термином подорожало, оно как раз-таки переходит в стоимость недвижимости. И постепенно, к примеру, девелоперы не будут строить себе в минус. Они будут сокращать количество объектов. Да, у них есть площадки, но они всегда... То есть строительный комплекс может всегда договориться с государством о том, чтобы что-то попридержать, вместо того, чтобы не допустить затоваривания, как это было с Эго Грин в Китае, когда стоят огромные жилые массивы, непроданные, либо когда часть этих домов взрывают и сносят, потому что они не должны так стоять. Вариант пузыря на нашем рынке не возникнет, потому что у нас, у населения достаточно низкая покупательная способность именно с точки зрения недвижимости. Поэтому, как вариант сохранения денежных средств, это возможно. При умножении? Нет. Просто сохранение. Если уж есть какие-то средства, сейчас вообще отступлю от этого, когда в YouTube что-нибудь смотришь, вам выходят рекомендации. И на фоне того, что я часто смотрю программы, связанные с ремонтом, с дизайном, с отделкой и прочее, у меня вышел какой-то влог достаточно популярного влогера. Он оказался где-то под Екатеринбургом и показывает, как парень-архитектор купил старый дом, несколько старых домов, объединил территории и в современном стиле он не сносил этот деревянный дом. Он его отреставрировал, довел до ума и приспособил под современные нужды для себя. Вот это один из вариантов того, что можно было бы делать. У нас, в принципе, когда-то была история с моей коллегой о том, что покупать недвижимость, четко понимать, сколько мы вкладываем, потому что считать мы умеем, ремонтировать и перепродавать. Руки не дошли, потому что как раз-таки был резкий скачок по удражанию рабочей силы и материалов, поэтому мы не стали рисковать вложениями, потому что это нужно было вкладывать. При этом мы же считаем, помимо расходов, также мы считаем налоги. К сожалению, один из минусов нашего образования то, что детей у нас не учат основам элементарной финансовой грамотности. Это очень плохо. Не каждый родитель-то у нас разбирается. Я порой сам не разбираюсь. Я могу задним числом посмотреть, вспомнить. Я могу посчитать прибыль, которая у меня есть, и когда я посчитаю еще с налогами, сколько ушло, сколько я затратил и так далее, я в минусе не оказываюсь. Но сам финансово неграмотен, может быть, на длительном промежутке времени. Тут приходится прибегать к людям, к услугам людей, которые понимают, разбираются. Ну и окончательно. В принципе, есть возможность покупать, есть свободные средства. Покупайте. Нет свободных средств. Или ипотека. Считайте. Будете ли вы жить сами. Либо у вас появятся средства, чтобы перекрыть ипотеку и не быть в зависимости от банков на период 15-20, а то и 30 лет. Банкам выгодно давать ипотеку. Они вас проверят, но потом все отдавать вам. Поэтому смотрите сами, рассуждайте сами. То есть у нас у каждого свое. Доля таких людей, как я, которые покупали раньше недвижимость, с тем, чтобы ее продать, она уже становится мизерной, потому что как инвестицию никто не покупает. Если вы будете таким инвестором, купите и в вашем доме, вместо того, чтобы 50%, когда он будет готов в вашем доме, будет не 50% квартир на продажу, а всего лишь 5%, а-ля вот таких инвесторов, значит, вы окажетесь в выигрыше. Если вы покупаете для жилья, конечно, покупайте, считайте, просто считайте. Вот. Скучный влог. До завтра.